Как расслабиться морально? Думаю 24 на всем, голова занята всегда, чувствую, что нужна перезагрузка, из-за этого напряжения тяжело работать дальше. Ну вот смотрите, это же как бы элементарно. Если, например, я начинаю снимать своим айфоном на солнце, то он выключается до кнопки, до экрана SOS, он полностью выключается и гаснет. И важно понимать, что вопрос ведь не в том, сколько вы работаете или сколько вы думаете, вопрос в эффективности того, что вы делаете, то есть насколько это является эффективным. И очень часто, когда мы пытаемся себя зажать, пытаемся себя заставить, пытаемся себя прямо что-то из себя выжать, в эти моменты как раз ничего и не происходит. И практика показывает, что все гениальные решения простые приходят именно в тот момент, когда мы релаксируем, когда мы находимся на отдыхе. То есть что такое отдых? Отдых это смена деятельности. Поэтому если вы много думаете, то займитесь физическими упражнениями. То есть медитация одна из возможностей расслабить свой мозг. И вообще суть медитации заключается в том, чтобы твой мозг отпустило, да, то есть ты его очистил от всех ненужных мыслей, он расслабился. И именно тогда твое подсознание может выдать тебе что-то крутое. История еще и в том, что у нас с вами, мы находимся сейчас в такие времена очень сильного информационного шума, да. С нами по всем нашим каналам абсолютно, с нами постоянно происходит передача огромного количества информации. То есть мы слышим с вами там радио, рекламу, люди, которые говорят, сторизы, мы видим визуально, вот. Нас еще трогают очень часто в прямом смысле в том числе, да. Я не знаю, как вы, у меня иногда бывает такое состояние, когда просто ко мне там подходит ребенок, а я понимаю, что меня начинает типать просто потому, что меня физически кто-то начинает трогать. Вот. И мы от этого устаем. И поэтому, безусловно, конечно, нам необходимо уметь себя расслаблять. Медитация в современном мире является как раз одним из таких инструментов. Когда ты просто настраиваешься хотя бы на свое отдыхание, и самое важное понимать, что это ценно, что нет ничего более ценного расслабления, потому что в перегрузе, в этом состоянии too much, ты точно не решишь никакую задачу и точно не выдашь никакого решения. А чаще всего, да, наш мозг загружен мыслями именно тогда, когда он пытается экстренно найти решение. Решения крутые приходят именно тогда, когда вы отпускаете все, и ваше подсознание подключается, в общем-то, к энергетической всемирной паутине нашей внутренней, и оно вдруг бах, и дает вам это. Еще проблема в том, что когда мы очень много думаем, мы пропускаем ключевую мысль, решение, которое к нам приходит. Ну, то есть просто это все теряется. Вот, собственно, про это. А тут уже думайте сами, как вам к этому прийти.